45 литров крови. Именно на такой объём сегодня пополнился запас Самарской станции переливания крови. Благодаря курсантам Самарского юридического института в Синроссии. Многие из них впервые принимали участие в донации, но в дальнейшем планируют повторять процедуру на постоянной основе. В среднем по Самаре среднестатистический донор сдаёт кровь всего 2,7 раза, против почти 3,5 раз в Тольятти. Мы решили вместе с сотрудниками отдела по работе с личным составом организовать выезд курсантов для сдачи крови. Донору, во-первых, приятно ощущать то, что его кровь может кому-то помочь, спасти кому-то жизнь. Помимо этого, приятный бонус за освобождение от занятий для курсантов на 2 дня. Во время пандемии потребность в донорской крови может меняться. Поэтому на сайте станции переливания крови можно найти донорский светофор. Он отражает потребность в крови на сегодняшний день. По оценкам сотрудников станции, количество доноров по сравнению с прошлым годом снизилось на 15%. В марте-апреле падение донорского потока было зафиксировано на отметке 20%. У нас доноров стало меньше, но и потребность лечебных учреждений в компонентах крови тоже стала меньше. Кровь сдать можно не только в будний, но и в выходной. Рабочие субботы позволяют за один день получить от 5 до 8% месячного объема донорского материала. Для исключения заражения доноров коронавирусной инфекцией применяются все необходимые меры безопасности. Мы всех проверяем на входе, плюс все в масках, и доноры, и сотрудники в масках. То есть возможности передачи здесь нет. Через кровь коронавирус не передается. Он передается только при личном контакте, то есть воздушно-капельным путем. Также на станции переливания крови донор может сдать анализ на антитела к коронавирусу со скидкой в 20% относительно пациентов на общих основаниях. Мы организовали проверку на антитела. Антитела М и G. Здесь антитела М свидетельствуют об острых фазе заболевания. Высокие цифры антитела G говорят о том, что человек либо выздоравливает, либо выздоровел. Курсанты с радостью делятся кровью с нуждающимися в ней. Ксения впервые стала донором и очень этим довольна. Ранее я уже не раз хотела это сделать, но в институте были такие моменты, когда не получалось отправиться сюда для сдачи крови. Я очень рада, что мне получилось в этот раз это сделать. Офицеры тоже не остались в стороне от проблемы с нехваткой донорской крови и на личном примере мотивировали курсантов. Продвижение среди молодежи, которая у нас обучается, так и среди сотрудников волонтерских движений, то есть чтобы показывать и наглядным примером. Это не первый раз уже, то есть принимаю часть в таких мероприятиях и кровь сдают уже третий раз, если не ошибаюсь. В принципе, организм переносит спокойно, так же, как и морально и физически. Если вы тоже хотите совершить донацию, то помните, что у донора не должно быть противопоказаний к этой процедуре. Его вес должен быть больше 50 килограмм, а также необходимо пройти бесплатное медицинское обследование. В целях безопасности донорства мужчинам разрешено сдавать цельную кровь раз в два месяца, а женщинам пять раз в год.